Уважаемые товарищи, переходим ко второму вопросу развития взаимодействия профсоюзных организаций с помощью Федерации профсоюзов России. Докладываю, товарищ Шилов. Уважаемые товарищи, Шилов Дмитрий Юрьевич, рабочий из Ленинграда, акционерное общество КБСМ. В настоящее время и с начала 90-х годов профсоюзное движение испытывало подъемы, спады. Но надо констатировать, что в целом оно находится в глубоком кризисе на сегодняшний день. Это обусловлено было тем, что была совершена контрреволюция, рабочий класс был отстранен от участия в управлении, и на предприятиях, и собственники монополизировали управленческую деятельность. И, в общем-то, эти факторы обуславливают пассивность рабочего класса на сегодняшний день. К профсоюзной борьбе, надо сказать, что в 2011 году только 3% работников реально участвовали в работе профсоюзов. Это, конечно, ну и то, что бюрократизм, да, бюрократизм, значит, тот факт, что в члены профсоюза входит администрация, да, это способствует усилению бюрократических негативных тенденций, вот, которые действуют не в интересах рабочего класса. Вот, ну и также тот факт, что, значит, председатели профсоюзов, это освобожденные работники, тоже вот это усиливает эту тенденцию. То есть факторы действуют, конечно, сильные, мощные, да, и партии буржуазные, которые, ну, которыми накрыты сегодняшние официальные профсоюзы ФНПР, партия, да, буржуазная, да, то есть, ну, в этих условиях, конечно, значит, таким тенденциям негативным, которые тормозят профсоюзное движение, необходимо противопоставить прогрессивные, прогрессивные тенденции этому движению, вот, и либо, ибо развитие это движение, движение низшего к высшему через борьбу противоположностей, то есть, предстоит, конечно, большая задача, серьезная, вот, рабочему классу преодолеть эти негативные тенденции. Ну, хочу сказать, что борьба, борьба за преодоление этих тенденций, конечно, идет, вот, и не хочу сказать, что все так очень плохо, вот, и в 90-е годы была развернута мощная борьба, борьба широкая, вот, за заключение, за продвижение законодательства, да, трудового, вот, прогрессивного трудового кодекса, да, вот, в который участвовали и члены нашей партии, вот, большое, большое, значит, много сил приложили, вот, чтобы продвинуть, продвинуть это, этот, значит, это положение трудового кодекса, и была развернута большая профсоюзная, профсоюзная борьба, значит, вот, вот, такие силы, как Союз рабочих Москвы, Объединение рабочих Нижнего Новгорода, Объединение рабочих промышленности, транспорта и связи Ленинграда, совместно с Петровской академией наук и искусств выступили учредителем фонда рабочей академии. И в то время, в середине 90-х годов, на заседании Российского комитета рабочих обсуждался ход продвижения проекта трудового законодательства, вот, прогрессивного трудового кодекса, да, спасибо. Вот, и этот проект был, значит, выдвинут в Думе, вот, и набрал достаточно большое количество голосов, за него проголосовали 189 депутатов. Ну, к сожалению, он не прошел, ну, в общем-то, это и неудивительно, на самом деле, но, тем не менее, резонанс был очень большой, вызвало это, вот, и, собственно, те положения, которые, вот, прогрессивные, да, они вошли, то есть, их удалось сохранить, да, вот, в трудовом кодексе, который мы сейчас имеем, достаточно прогрессивные вещи, удалось их, значит, отбить. Вот, ну, и на волне этой борьбы, да, ну, надо сказать, что, значит, автором этих, этого проекта были, значит, вице-председатель фонда рабочей академии, это Федотов Докер и Михаил Васильевич Попов, вот. В общем, на волне этой борьбы те положения, которые не прошли, не удалось их принять, вот, они вошли в программу задачи коллективных действий, вот. Вот, и эта программа, вот, она вошла и вошла в программу нашей партии, рабочей партии России, вот. Это вот тоже такой уникальный случай, ну, когда, когда программу партии, вот, меняют. Вот, это, ну, в общем, эти положения вошли в программу, значит, нашей партии, и эти требования, они, в общем, прогрессивные. Там содержится, значит, борьба за шестичасовой рабочий день, первым пунктом идёт доведение уровня заработной платы до стоимости рабочей силы, значит. Значит, насчёт стоимости хотел сказать, что вот рабочим, то есть, рабочему классу надо понять сейчас такую вещь, что надеяться, кроме самих, как на самих себя, в этом вопросе не следует. И полезно было бы вспомнить, допустим, обещание, обещание, это самое, партии, партии власти Единой России, да, о том, что к 2000 году, значит, обещание, да, довести уровень заработной платы до 2500 долларов. Вот. Ну, это такая сумма, которая, в принципе, отвечает, ну, стоимости на сегодняшний день. Стоимость рабочей силы порядка 200 тысяч, это вот и есть стоимость рабочей силы на сегодня. Но, насколько мы приблизились, да, и насколько буржуазия, да, выполняет свои обещания, вот, рабочим надо понять, что на самом деле только забирает, то есть, только забирает те завоевания, которые были задостигнуты, она только забирает, и ничего не даёт, в общем, рабочему классу. И довести заработную плату до стоимости сможем только мы сами, рабочие, потому что работодатель и представители государственной власти в этом не заинтересованы. Это надо очень хорошо всё это понять, представлять. В общем, я хочу сказать ещё, что, значит, эта программа задачи коллективных действий была принята на съезде, и, да, была утверждена такая организация, как Федерация профсоюзов России, это объединение прогрессивных сил, прогрессивных профсоюзов вошли в неё, такие, как профсоюз авиодиспетчеров, вот, и на сегодняшний день есть, конечно, тенденции, и, то есть, вот, то, что выходит, да, за рамки ФНПРовского, да, вот, то есть, это накрыть, подавить, как бы, да, и на сегодня она поглощена этой самой организацией, это, как она называется, КТР. Да, КТР её, как бы, поглотила, но это, в общем-то, не связывает нас, вот, в том, чтобы вступать в эту организацию, вот, потому что конфедерация, это и есть конфедерация, она, мы не обязаны выполнять, то есть, решение конфедерации труда, вот, вот, а нужно думать о том, что ничто, как бы, да, вот, даст нам, да, то есть такое мнение, что, вот, а зачем нам это надо, да, вступать туда, вот, в эту федерацию профсоюзов, да, потому что эта федерация профсоюзов несёт программу, да, нашу, нашу, нашу программу, ну, в своей, значит, в своём уставе, в своём, значит, в программу федерации, это коллективных действий, да, то есть, у нас совпадают программы, у них, значит, флаг красный, да, то есть, у них, ну, это вполне коммунистическая программа, то есть, это единственная на сегодняшний день, вот, такая организация, да, которая отвечает требованиям интересов рабочего класса, вот, и она, эта организация помогает, помогает нам, вот, и надо думать сейчас, наверное, как, как-то всем прогрессивным силам помочь, что мы можем дать, и чем это может помочь нам в борьбе, и эта организация может объединить все силы прогрессивные, вот, и хочу напомнить лозунг «Пролетарии всех стран соединяйтесь», вот, который очень актуален сегодня, вот, но не просто объединяйтесь, да, вот, как тоже сегодня здесь звучало, да, давайте все соберемся, вот, все, все силы, как, это самое, КПСС было, допустим, да, такого объединения нам не надо, когда рабочих просто загоняли там, вот, для массовки, да, вот, в партию, а на самом деле отстраняли от управления, и, и пришли мы то, к чему пришли, вот, поэтому, вот, объединяться надо под лозунгом, значит, за интересы именно рабочего класса. Хочу сказать, чтобы войти в эту организацию, да, это еще чем может быть полезно нашему движению, что упрощает процедуру создания, создания профсоюзной организации, то есть, зачем писать, да, органы, какие-то буржуазные, там, юстиции, вот, вот это, как, чтобы создать профсоюз, да, надо зарегистрировать его где-то, вот, а почему нам не регистрировать в организации, которая близкая к нам, родственная, самая ближайшая к нам по программе, вот, и по идее, по нашей, вот, то есть, это наша организация, и не нужно, в общем-то, заниматься вот этой, да, волокитой, там, с этой самой, бюрократической, то есть, достаточно просто написать туда письмо, да, но надо набрать, конечно, количество определенное, то есть, ну, рекомендуемое количество, чтобы отступить вновь созданному профсоюзу, то есть, достаточно первичной организации, то есть, это может быть первичная организация профсоюзная, которая может при регистрации, то есть, просто войти в это, скажем, объединение, да, значит, для того, чтобы вступить в нее, кто может быть членом, значит, это организация, объединение, членскими организациями ФПР могут являться общероссийские объединения профсоюзных организаций, межрегиональные объединения профсоюзных организаций, общероссийские профсоюзы, межрегиональные профсоюзы, территориальные региональные профсоюзные организации, межрегиональные профсоюзные организации и первичные профсоюзные организации, то есть, в принципе, первичка может вступить под эту шапку, да, Да, то есть лучше быть под шапкой вот таких людей, чем под ФНПРовской, значит, буржуазной. И надо сказать, что председателем ФФПР является Сергей Анатольевич Ковалев, президент Федерального профсоюза авиадиспетчера. Ну, в общем, об этом можно много говорить, об их успехах, достижениях. На сегодняшний день профсоюз авиадиспетчеров является примером, на который нужно равняться. Хоть это и не рабочие, но поскольку люди это высокоорганизованные, дисциплинированные, то есть учиться. Да, да, это результаты, конечно, борьбы, это не какой там, как говорится, не подарок. Это все они достигли сами, и об этом можно посмотреть интервью на рабочем ТВ Москва. Было несколько интервью, да, с Сергеем Анатольевичем, где он все это подробно излагает. Вот, и с такими людьми быть, в общем, большая честь, и, я считаю, большому успеху может привести их опыт, если ее следовать этому. Поэтому, да, и программа коллективных действий, она вообще представляет из себя, как бы, коллективный договор, да, основу. Конечно, брать его целиком не стоит, но какие-то положения, да, основные, основополагающие можно брать, добавлять в свой коллективный договор, выставлять требования, вот, ну и, конечно, победить в этой борьбе без партии рабочего класса не получится, вот, рабочему классу надо это очень хорошо осознать, при том давление, которое оказывается на рабочий класс России, значит, необходимо создавать ячейки на предприятиях, партийные, и усиливать, значит, наше влияние на коллективы. Спасибо за внимание. Уважаемые товарищи, есть кому, что сказать по данному вопросу? Продолжение письма не надо писать. Дополнить? Я Соловьев Василий Феликсович, работаю на Кировском заводе, на ООО «Петербургский тракторный завод», по профессии электрогазосварщик. Конечно, у нас есть положительные моменты, что нам идёт вредность, платят вредность, дают даже молоко, но, всё-таки наши профсоюзы ничего не делают. Я уже сколько вступал на конфронтацию, что о повышении окладов, оклад у меня лично 22 500, у механиков 27 000, так уже и даже механикам надо поднимать с учётом повышения вот этих вот цен. 41 рубль уже проезд, и метро уже подорожало, и всё это. Всё, короче, цены повысились на продукты, питание, на квартплату. Я разговаривал уже с начальством, и никто ничего даже не шевелится, чтобы повысить нам оклады. Даже вот когда я до этого выступал на вот этих вот конференциях, это всё вышло в газеты, начальство всё увидело. Конечно, на меня не очень-то одобрительно смотрело. Вот, я как-то рассказывал даже, наверное, что было на производстве факты воровства, что у своих кто-то воровал деньги. Ну, грубо говоря, крыса завелась. И даже начальники даже на это не повели ничего. И даже наоборот, когда я им сказал, что я там, кого я заподозрил, меня тоже перед ним подставили. Вот, специально так сделано, чтобы вот именно вот, как бы мне вот, и сделать ещё очередную какую-нибудь гадость. Вот, и всегда вот, когда я говорю с начальством, вот, почему вот покупают даже продукции, вот, ну, когда что-то покупают, всё время идёт всё как-то наполовину. Вот, купили вот эти вот, как это, ну, резьбы нарезать, клубики, на трубах резьбы нарезать. Так они купили, а вот, чтобы ручку, вот, которой вот давить, чтобы вот на неё нажимать, вот, и стали покупать. Что-то купили, где-то не купили. В общем, отпуск тоже располовинили. Вот, мне же положено по вредности две недели, которые я беру обычно зимой, и четыре. А администрации, я говорю, а как же так, вот, начальнику говорю, что по договору мне положено 28 календарных дней, а он сказал, что эти 28 должны быть только с разрешения администрации. Ну, вот, ну, администрация в любом случае обязана дать мне 28 календарных дней. А взаимосвязь с вопросом? В смысле? Ну, у нас вопрос развития и взаимодействия профсоюзных организаций. Да, вот я и тоже говорю, я в профсоюз тоже обращался. А профсоюз как будто бы вот меня не слушает, и вот как-то вот все мимо себя. Я говорю, почему у нас не сделали такие отпуска? Обязаны дать нормальный отпуска, чтобы вот именно все четыре недели подряд, делить или не делить, это уже я сам решаю. И профсоюз ничего не делает. Рас ты не в профсоюзе, значит, я тебе ничего делать не буду. Я говорю, ну, если взять меня в профсоюз, она не хочет. Потому что я начну там говорить с нашими по поводу защищать свои права. В соседних цеху есть один молодой человек, он как-то вот сумел сделать так, чтобы вот такую вот профсоюзница тоже, наверное, была, как наша. Он сумел ее как-то вытеснить и занять ее место. Единственное, что остается, только мне вот с ним поддержать отношения и как-то сделать так, чтобы вот... И снять его место. Нет, 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 нет. Я не то хотел сказать. Не то хотел сказать. Я жил. Единственное, что вот остается мне с ним поддержать отношения, вот чтобы вот... Именно сделать так, чтобы наш профсоюз, как бы, принял тоже свое дело. Дмитрий Павел Юрьевич, слесарь Ремой, Самарская ГРС. Докладчик вот этот, можно сказать, про моментов интересных, что... Заисков надо. Говорят, вот, выходят, да, ну, жалуются на администрацию, что они ничего не делают. А так они не будут ничего делать. Что вы взяли, что администрация что-то должна. Не будет она вам ничего делать. Нужно рабочим самим организовываться. Уже на РКР это повторяется, из заседания, из заседания. Самим организовываться. И добиваться самим коллективными действиями улучшений труда, повышения зарплаты, сокращения рабочего дня. Вот что нужно делать. Рабочим это нужно осознать, что без коллектива ничего у вас не получится. Что если вы будете одни ходить к администрации, за вами приставят человека, как это случилось у меня на предприятии. И через месяц человека уволили. Потому что нашли, за что угодно. Нашли и найдут. Поэтому нужно к вопросу, возвращаясь к нашему, который мы обсуждаем с вами здесь, Федерации профсоюзов России. Нужно в первую очередь на своих предприятиях создавать первички. Завоевывать большинство первичков, какое-то количество ваших рабочих, чтобы это было в этой первичке. И после этого, когда вы оформитесь, когда вы с людьми уже будете непосредственно разговаривать, работать, они вас будут поддерживать. Вот тогда можно подавать, созваниваться, контакты, как-то находить. С Федерацией профсоюзов России писать лучше не стоит. Там вы выходите на человека, который, к сожалению, скажем так, не совсем помогает рабочим. Но с Федерацией профсоюзов России нужно развивать эту федерацию, нужно вступать. Чтобы Федерация профсоюзов России, это будет большая сила к чему? Если рабочие начнут туда входить комитетами, чем больше комитетов, тем серьезнее эта организация. А это взаимопомощь. Тяжело вам, вам помогут в других городах такие же рабочие. И вы потом поможете. Вот в этом сила, сила-то в единстве. Но нужно с чего-то начинать. Начните с трех человек. Чтобы создать профсоюзное предприятие, нужно три человека. Как это происходило у меня. Да как везде происходит. Три человека собираются, создают профсоюз. Все. Не регистрировались. Не надо этого делать. Ничего. Создайте. Профсоюз это люди. Не бумажка. Люди. А потом начинать расширяться. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Я в дополнение вот к докладу. Тут большинство, так сказать, только слышали, что вот шла борьба за трудовой кодекс. Значит, докладываю. Вот знаете, что благодаря борьбе за трудовой кодекс, за наш проект, мы остановили. Сколько их остановили? Четыре проекта. Был правительственный проект, проект семьи. Еще какой. Да, мы слизкие. Ну, не важно. Вот. Мы их просто остановили. И пришлось создавать им еще один проект. В который, кстати сказать, вошли положения из нашего проекта. И это длилось шесть лет. Это не шуточки. Вот. Вот это вот совместные действия. Причем действия тогда были. Ну, тогда еще мы после, так сказать, первоначальных потрясений. Вот. Рабочий класс, народ был в основном, был смелый еще. По всей стране останавливали предприятия. И что только не делали. Все-таки продержаться столько лет, это не шуточки. Теперь про ФПФ, Федерацию профсоюзов России. Чем она отличается от всех остальных? Это единственное в мире профсоюзное объединение, которое имеет свою программу. Назовите мне еще одно профсоюзное объединение в мире, которое бы имело свою программу. А? По-моему. Ну, ладно. Значит, причем программа именно направленная на развитие рабочего движения. Только поэтому следует вступать туда. Теперь, в отношении заявления, что вот создайте профсоюзную организацию большую, наберите силу, а потом вступайте. Значит, товарищи дорогие, создайте, вступите и набирайте силу вот под этой крышей. Как угодно. Ковалев – это не шуточки. Ковалев – это серьезный человек, который может оказать совершенно реальную помощь. Совершенно реальную помощь. И вот это вот боясь, что вот нас выгонят, там разгонят и так далее. Здесь вероятность такого исхода сокращается очень серьезно. Вот, собственно, что я хотел сказать. Все, спасибо, спасибо. Уважаемые товарищи. Ну, для того, чтобы развивать взаимодействие, нужно сначала действовать. И вот если с этой точки посмотрим мы на профсоюзов, в которых находятся наши рабочие, то действующих профсоюзных организаций очень и очень мало. Вот ФНПР, я имею в виду, Федерация независимых профсоюзов России, по-моему, против билей отмечала, сказали, там, 20 миллионов членов. Безусловно, ни один миллион из них – это рабочие. И по составу-то они, конечно, рабочие профсоюзы. Но они не действующие, поэтому они и не взаимодействуют. То есть есть какое-то взаимодействие, то это на уровне профсоюзных бюрократов, в рамках ФНПР. Наверное, они встречаются, о чем-то говорят. Но это как-то совершенно не затрагивает самих рабочих, по крайней мере, в позитивном смысле. А есть ли вообще хоть какое-то взаимодействие? Есть ли какие-то действующие? Ну, я вот хочу обратить внимание, прежде чем говорить о ФПР, я бы хотел сказать о Российском комитете рабочих. А вот здесь-то кто присутствует, товарищи? Ну, те рабочие, которые действуют. У кого-то это получается, так сказать, лучше, у кого-то меньше. Это зависит от многих обстоятельств, от того, как коллектив сложился, какое было время. Кто-то уже достиг рубежей, кто-то имеет организацию, кто-то кому-то предстоит создать, и только еще идет работа. Ну, это, во-первых, действующие рабочие и действующие в направлении создания и развития профсоюзов. И может казаться, что очень мало. Как же так? Вот здесь 22 делегата. Кстати, по нашим меркам это не мало делегата на РКР, а что вы знаете, другие действующие организации. Иногда вспыхивает. Ну, почему вспыхивает не то, что это профсоюзный мир? Вот там они приостановили, они приостановили, потом их разогнали. Потому что это не организация была, не профсоюзная организация. Если бы это профсоюзная организация взялась, тогда были бы другие результаты. И я думаю, что если бы взялась за такое действие профсоюзная организация, ее представитель обязательно и здесь тоже был бы. Потому что люди, которые организуются, понимают, какие здесь проблемы Они понимают, что нужно изучать опыт, что нужно взаимодействовать с другими товарищами Которые имеют достижение проблемы, и, как правило, они здесь и появляются Поэтому, прежде всего, мы развиваем взаимодействие рабочих и профсоюзных организаций А мы сейчас говорим об этом, конечно, в рамках Российского комитета рабочих И ни одна федерация профсоюзов, ни одна федерация, ныне действующая, существующая, точнее говоря В этом смысле конкурировать с Российским комитетом рабочих не может Будь там миллионные, десятки тысяч, потому что там нет действующих рабочих И, соответственно, действующих профсоюзных организаций Ну, а нам действительно необходимо развиваться и расти Потому что, ну, сначала действуем на уровне И согласуем действия на уровне представителей инициативных групп Ну, мы понимаем, что инициативных групп, это все По созданию профсоюзной организации первичной И это закономерно совершенно Они будут превращаться из инициативных групп профсоюзов Они уже появились И, как всегда, это начало очень сложное Пока не могут быть многочисленными Ничего, главное выставить Потом люди повыкнут Вы увидите, что люди, которые, активисты, инициаторы Не пустое, говорят, что они действительно За интересы выступают Всего коллектива Ну, надо выставить в этой волне Просто Некоторое время надо просто удержаться И начнется и приток тоже Особенно будет приятное время И вот тогда встает вопрос о том, что Мы выходим на такой же уровень Должны выходить Когда мы взаимодействуем В принятии, так сказать, и заключении коллективных договоров Ну, а чтобы заключать Вот тут уже нужна регистрация И здесь совершенно правильно говорили Что Федерация профсоюзов России В этом смысле Лучшие объединения Которые дают возможность Обрести право на ведение коллективных переговоров И исключение коллективных договоров Это лучшая организация Из того, что существует И она не случайно лучшая Я должен сказать, что Очень активно Мы тоже работали здесь Представители фонда рабочей академии И программа коллективных действий Откуда бралась Это вот было, помните Движение за принятие Трудового кодекса России Затем появилась выжимка Из этого Трудового кодекса России Которая была подготовлена Давайте называть вечно именами Членами рабочей партии России Затем эта выжимка была принята На съезде Федерации профсоюзов России Вот в качестве программы действий То есть это долгий Документ имеет долгую историю Из него люди вообще-то боролись Вы правильно говорили Были приставки Но прежде это было Больше активности Была волна такая Подъем Будет и следующая волна подъема Есть за что теперь бороться Это действительно Отличает нашу профсоюзную деятельность Я не думаю, что даже в ПАМЭ Вот есть такие требования Хотелось бы посмотреть Если там есть требования Сокращения рабочего дня До доведения стоимости рабочей силы И так далее Ну замечательно Это будет соревнование Между профсоюзами Это международное соревнование Но я сомневаюсь Что такое есть Вот Так что Конечно Вот дальнейшее развитие Тех организаций Которые здесь представлены Требует Вступление В Федерацию профсоюзов России Чтобы уже здесь действовали Не на уровне инициативных групп А на уровне Профсоюзных организаций Имеющих право заключения Коллективного договора Расключающие Такие коллективные договоры И переходящие К Более широкому взаимодействию Может быть В рамках отраслей Отраслевое соглашение В рамках территорий И Федерации профсоюзов России Такую перспективу Нам Безусловно Открывает Поэтому Надо дополнить То, что делается В рамках Российского комитета рабочих Вот Взаимодействием С Федерацией профсоюзов России Или через Федерацию профсоюзов России Уважаемые товарищи Рассмотрели мы Второй вопрос Повестки дня Развития и взаимодействия Профсоюзных организаций С помощью ФПР По данному вопросу Предлагается Следующий проект Постановления Сейчас я его зачитаю Тоже мы его запишем Примем засну Российский комитет рабочих Отмечает Необходимость Взаимодействия Профсоюзных организаций Для реализации Профсоюзной программы Задачи коллективных действий Как показывает опыт Продвижения проекта Трудового кодекса Российской Кодекса России Разработанного Специалистами Фонда рабочей академии Эффективной формой Такого взаимодействия Является участие Представителей Профсоюзных организаций В работе Российского комитета рабочих Практику такого участия Надо развивать Вместе с тем Для получения права На ведение коллективных переговоров И заключения коллективных договоров Необходима принадлежность Первичной профсоюзной организации К объединению профсоюзов Российский комитет рабочих Рекомендует Вновь создаваемым И действующим Первичным организациям Рабочих профсоюзов Регистрируются В качестве Членских организаций Федерации профсоюзов России В соответствии с Уставом Федерации Символом ФПР Является Красное знамя Федерация профсоюзов России Приняла на своем съезде Программу Задачи коллективных действий Выражающие интересы Рабочего класса Возглавляет В ФПР Сергей Анатольевич Ковалев Лидер Федерального профсоюза Авиадиспетчеров России Одного из самых боевых Российских профсоюзов Взаимодействие с помощью Федерации профсоюзов России Рабочие профсоюзы Добьются успеха В борьбе за интересы Рабочего класса Вот, уважаемые товарищи Данный проект постановления Есть предложение Принять его за основу Чтобы в дальнейшем Потом принять его в целом Кто за то, чтобы данный проект Постановления был принят за основу Прошу голосовать Вы сдержались? Продолжение следует... Продолжение следует...